Общая протяженность эстакады, которая соединила восьмой микрорайон с центром города Одинцово, чуть больше километра. Новый дорожный объект строители возводили опережающими темпами. По плану на все работы им было отведено 25 месяцев, но они уложились в 20. Объект построен своевременно, в срок. Он очень важен для жителей Одинцовского района. Он соединяет две части города Одинцово. Раньше здесь путепровода и переезда не было. Объезд отнимал в среднем от часа до полутора. Стояли в пробках. Сейчас, благодаря тому, что администрация района построила этот шикарный путепровод, жители не будут тратить время в пробках и будут очень быстро пересекать этот железнодорожный переезд. Для Одинцова появление на карте нового дорожного объекта – событие историческое. У нас добрая традиция – переворачивать этот знак, соответственно, давать старт новому движению. Я прошу жителей, пожалуйста, это именно и сделать. Теперь части города, разделенные железной дорогой, стали ближе друг к другу. Если раньше путь машины скорой помощи от подстанции до восьмого микрорайона составлял 13 километров, то теперь всего шесть. Это долгожданное, конечно, событие. Мы очень рады открытию этой эстакады. Время значительно сократилось в два раза. Раньше мы тратили около 17 минут на доезд сюда. Сейчас по прямой семь минут получается. Стоимость нового путепровода – 1 миллиард 600 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Объект готов к эксплуатации на 100%. Все экспертизы успешно пройдены. О данном переезде, мы хорошо знаем, говорили еще в 70-х годах. Уже тогда город был, по сути, разорван на две части, хотя и не был так застроен, как сейчас. Благодаря профессиональной работе строителей, организаторов этого процесса, мы смогли достроить этот переезд за 20 месяцев. Схема движения по путепроводу уже утверждена. Светофоров на нем нет. Впрочем, их появление и не планируется. Установлены знаки, ограничивающие скорость до 60 километров в час. Продумана инфраструктура для маломобильных граждан. Железная дорога, я так думаю, должна жить своей жизнью, а автомобильность своей, чтобы они не перетекались. Это надо, наверное, везде так делать. Это облегчает это все по времени. Самое главное, экстренные службы успевать будут теперь больным, которые живут на этой стороне. И хотя у горожан пока есть опасения, не приведет ли ввод в эксплуатацию эстакады к пробкам на Можайском шоссе и улице Неделина, день ее открытия, они называют счастливым. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.